У меня вопрос по курсу «Как найти партнёра для глубоких и долгосрочных отношений». Когда оба уже входят в глубокие отношения, у них уязвимость, они глубоко открываются. Как это не превратить в психотерапию? Это для меня очень актуальный вопрос. Прежде всего, прошу вас, всё, что вы знаете о психотерапии, психологии, когда вы идёте в глубокие и долгосрочные отношения, просто забудьте. Потом смотрите, какая штука. Предупреждаю сразу, если в ваших всех этих отношениях возникает такая штука, что вы психолог или что-то на эту тему понимаете, и вы начинаете, «Настя, это у тебя невроз навязчивых состояний». Или, например, Настя говорит, «Убери за собой посуду, я уж каждый день мою раз в недельку». Это твоя проекция. У тебя проблемы с мамой были, поэтому у тебя комплекс перфекционистов. Вот эту хрень выкидывайте сразу. А если вы профессиональные психологи, ещё в этих парадигмах работаете, на работу это оставьте, если вас это кормит и денежку приносит. А из головы, просто из башки эту фигню выкиньте сразу. Первое. Второй момент. Дело в том, что близкие отношения между людьми, это же как раз та тема, которая очень глубоко целительна. и партнёры вот эти, они же, а я стою, думаю, как бы я не свалюсь в грущи, они же на самом деле глубокие, искренне, откровенные отношения, целительны. Но, когда люди открыты, когда люди могут делиться, все вот эти терапевтические группы – это имитации, это попытка найти каких-то тёплых людей, но в норме это семья. И если в семье у тебя холодно, непонимание, все только придирки какие-то, деньги не примут, вот эти всё там, сколько заработал, сколько принёс, где устроился, и нет интереса, то такие отношения не целительны, а не разрушительны. И мы ищем какую-то группу, сообщество, где бы нас приняли такие, какие мы есть, и просто можно рассказать о себе и так далее. Но на самом-то деле сами по себе отношения не целительны. Но при условии, если каждый из партнёров обладает определённым уровнем психологической и этической зрелости. Если, например, что такое психологическая зрелость, я понимаю, что у другого человека могут быть мужчина, женщина, не важно, моменты слабости, моменты, когда нужна поддержка, моменты просто, когда принёс там чаёк с лимоном, как-то посидел рядом, ну, как-то чувствуешь, посидеть лучше или уйти. Вот, это просто очень хорошо. Вот. Мы таким образом друг другом залечиваем и закрываем раны друг другу. Но если один партнёр достаточно зрелый, а другой пугается, когда я рассказываю о том, что у меня чувство слабости, у меня такое переживание, что я вообще по жизни лузер и неудачник. А девочка такая, о, как теперь быть? То есть, как он же лузер? То есть, она ещё, ну, маленькая по голове, на голову, то есть, вот, то, конечно, не стоит. Поэтому выбирайте зрелого партнёра, вот, и вы можете тогда терапевтически, душевно лечиться у другого человека, такого, какой он есть, и так далее. Что такое этический человек незрелый? Таких, конечно, мне кажется, даже больше, чем психологически. Например, я тебе что-то такое рассказал в момент слабости о себе. Ну, что-то такое стыдное, неприличное. Ну, мне важно было поделиться. Я мог тебе рассказать. Настя, представляешь, в детстве меня мама сажала в подвал на три часа, когда я плакал. Или, например, я тебе рассказал такое, в детстве у меня был случай, когда меня изнасиловали. Что-то такое прям стыдное, пристыдное. И мне захотелось поделиться. Потом наши отношения, ну, усложнились. Мы, как бы, дальше стали. Но если ты этический человек, то то, что было в момент откровения, не выносится сейчас, как аргумент для доминирования. Это значит, человек этически, не состоявшийся. Понять это сразу невозможно. Потому что, когда галлюциноген, алкалоиды пошли, там, синий туман похож на обман. Вот это все. Это невозможно. Но впоследствии, и так бывает, что мы жалеем о нашей откровенности по той причине, что мы думаем, если ты самый близкий человек так мог поступить с моей откровенностью, то я вообще закроюсь от всех. И вот это вот ошибка бывает. Потому что, ну, то есть ты обжегся, тебе боль, значит, ты живой. А если ты, например, закрываешься, то ты перестаешь быть проточным, проточной рекой, ты становишься болотцем. Вот. Поэтому друг друга терапевтировать, если вы психологи, не надо. Даже если вы два психолога, которые влюбились, которые поженились, тоже это терапевтирование до добра не доведет. но если я слышу тебя, ты слышишь меня, нам важно делиться, каковы мы на глубине. Это не терапия, а это глубокие долгосрочные отношения. Если я нахожусь в позиции силы, неуязвимости, и ты такая бегаешь, ну, где я, где тебе? Ну, чтобы я, понимаешь, потому что я-то тебе даю, а ты тоже, например, смотришь и думаешь, а я могу ему что-то дать? Прямо из души. А я такой, типа, броня, бизнесмен девятого уровня, вот, просветленный такой, знаешь, все душевные раны проработанные, там вообще у меня там недвойственное сознание, то как тебе меня любить? Ты понимаешь, что я-то в тебе, ты во мне нуждаешься, я в тебе не нуждаюсь, потому что, когда мы нуждаемся, ну, вот эту тему-то чувствуем, что что-то, что-то такое я могу человеку дать. Вот. И даже к такому моменту, как быть уязвимым, чувствительным, делиться, помогать психологически друг другу, тоже надо быть внимательным. Вот. Потому что иногда есть такой соблазн и у мужчин, и у женщин по отношению к партнеру, партнерши регрессировать в пожизненного ребенка. Поэтому, ну, раз, смотрим, там, справляем, а здесь я справляюсь сама. Угу, хорошо. А здесь уже как-то, раз, а здесь я сам. Вот. Чтобы каждый чувствовал не только, что можно опираться на другого, но и не только опирается на тебя, но и чтобы человек сам стоял. И вот это вот мы думаем, думаем, осмысляем, осмысляем, говорим, говорим, но когда осознанный путь любви случается, это происходит естественно, спонтанно. Я сейчас плиту эти паутинки и из какой-то внутренней мудрости вербализуя то состояние, из которого внутренней мудрости и такое партнерство происходит. Мы об этом говорим, потому что иногда мы не понимаем, как быть. То вроде уязвимость, то вроде самодостаточность, да? И в этих парадоксах весь баланс, 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 вся красота и происходит. Поэтому спасибо за вопрос, за возможность порассуждать над этим. как тебе? Нормально, так я? Отлично. Самое то? Да. Для психологов подходит? Супер. Для душепопечителей? Очень подходит. Для просветленных? Наверное. Все, с вами были Игуми Вемени и Настя Каменская. До свидания. Любим, любим.